Так, ребят, всем привет! Сегодня у нас день рождения Лёва, ему исполнилось 2 года. Родился он в 6.16 утра, поэтому уже 2 года исполнилось. Мы сейчас на даче, покажу вам закусочки. Если вы подписаны на Инстаграм, то вы очень много эксклюзивных видео и моментов уже видели с нашей вечеринки. Но если не подписаны, потому что я знаю, что не у всех есть Инстаграм, то, конечно же, я для вас снимаю YouTube тоже. Это закуски. Понятное дело, что на даче, как всегда, основное блюдо — это шашлычок. С погодой нам в этом году не очень повезло, потому что... И в прошлом году, кстати, тоже была не очень хорошая погода, несмотря на то, что это август. Но сегодня достаточно пасмурно. Вот, смотрите, там шарик у Лёва. Если мой день рождения, на котором был просто шаришка, мы отмечали полностью на улице, то с Лёвиновым днём рождения мы решили немножечко подстраховаться и поставить основной стол закусками внутрь. Потому что, может быть, и дождик ливанёт, хотя были вроде какие-то там просветы, но целый день обещают, что будет пасмурная погода. Но, по крайней мере, не холодно. 22-23 градуса, и на том спасибо. У меня мои штанишки из «Велика Афишл» с классным кружевом. Не забывайте, если хотите купить что-то от бренда «Велика», это наш латвийский бренд, дизайнерская одежда, производство в Латвии, то используйте мой промокод «Зеленсанна». Вам он даст 15% скидку на все товары. На украшения, одежда, в общем, всё-всё-всё. Мы ждём гостей. В принципе, часы я делаю наоборот. Гостей мы приглашали официально к трём, но будут подъезжать наши гости на самом деле уже кое-кто подъехал. Мой муж поехал встречать первых гостей, потому что они приехали на электричке. Будут подъезжать в течение всего дня, потому что тоже у кого-то дети. Понятно, что подстраиваются под детский график, под дневной сон и так далее и тому подобное. Поэтому мы на этот счёт вообще не паримся. И очень как на чиле, на релаксе. Конечно, основное блюдо – это наше барбекю, шашлычок. И буду по мере возможности вам показывать. Смотрите, какие у меня кудряшки сегодня. Кстати, эти кудряшки, знаете, как я сделала? Просто у меня была завязана вот такая вот гулька. Ну, на Инстаграм уже, наверное, видели. Я сегодня её распустила, и получился вот такой вот нехилый объёмчик. Кстати, очень круто, просто и сердитый. Никаких не нужно прилагать усилий. Хочу с вами поделиться лайфхаком. Вот такие вот закусочки. Очень и очень практичные и также сытные. Это корзиночки, которые, в принципе, продаются в любом магазине. И в них сырный салат с чесночком. Знаете, он такой сытный. Буквально съел пару корзиночек, и можно даже насытиться. Очень удобно, потому что вот так вот взял за кончик и сразу в рот. И вообще никаких проблем. Как закуски для вечеринок. Мы всегда это используем. И улетает на ура. Вот ещё вторая партия. Так, оливочки мои любимые. Я вообще обожаю маслины. Я оливки очень люблю. И, честно говоря, могу съесть сама две вот такие вот ложки запросто. Вообще, без напряга. Очень полюбила. Именно вот во время временности до сих пор длюк. Вот можно руками, в принципе, брать. А можно нанизывать на палочки. И палочками, если кто хочет более лухари. И также арбуз мы всегда берём теперь без косточек. Потому что так удобнее для ребёнка. Он пока что ещё не умеет толком эти косточки выплёвывать и так далее. А без косточек, в принципе, очень вкусно. По вкусу вообще никак не отличается. Но с точки зрения еды гораздо удобнее. Вот такой вот букетик от мужа. Смотрите, какой красивый. Я обожаю эти цветы хризантемы. По-моему, уже я не знала, как они называются. Очень люблю, потому что они красивые, долго стоят. Пушистые. Смотрите, какой классный акцент. Розовый. Супер. А эти огурцы нам дала наша соседка. Огурцы из грядки. Сейчас я их порежу. В прошлый раз, говорит, на мой день рождения, она мне тоже давала три огурца. Они оказались очень вкусными. Вообще никак не горькими. Не горькими и без всяких добавок. Классные. Я вам, кстати, показывала наш советский холодильник, который мы хотели заменить в этом году. Но пока не получилось. У кого такой был в детстве? Да и не в детстве у меня даже и лет 10 назад. Ну, уж 15 у нас такой был. Ну, не такой, но подобный, который так характерно гудит, жужжит. Это Зи у нас. С одной стороны, жалко выбрасывать, конечно. Раритет. О-о-о! Гудит на ручки! А подарочки ты будешь смотреть? Лёв! Лёв, подарочки! пожарная машина воздушный шар воздушный шар оба автобус покажи самолет где самолет это самолет конечно шашлычок мусоровоз какой классный ну что ребят сейчас у нас следующий день после лёвиного дня рождения 6 часов мы едем домой сегодня целый день у нас лил дождь и как только нам надо было уезжать выглянуло солнышко как назло ну трясучка трясучка трясется но что хочу сказать не смогла бы снимать вам для много-много с праздника потому что ну просто не но не хватает меня когда столько народу когда хочется пообщаться и не могу я снимать и на инстаграм и на youtube поснимала соответственно очень много чего на инстаграм если подписаны вы уже все видели из не подписаны что вам могу сказать подписывайтесь я всегда вам это говорю конечно ты себя ведь немножечко чувствуешь такой как помятый помятый овощи полдня хочется спать полдня нужно убирать все мыть посуду убирать все эти наши декорации потому что было очень много всяких крутых штук у нас саду да вот смотрите какая погода шикарная а нам как раз в ригу ехать мы там и остаться не можем потому что завтра у нас садик и в садике кстати тоже будем отмечать день рождением детки будут отмечать ну так это условно понятное дело клетки думаю не особо там пока понимают ну хотя кто знает может тоже и понимаем так что да вот так вот вот такие у нас пироги но отметили конечно очень круто вообще уже сейчас перевод перевозим большую часть вещей одежды ну в основном конечно одежды на поезд потому что заканчивается сезон как-то так от этого грустно становится заканчивается дачный сезон начинается учебный год вот далеко уже большой у него ведь учебный год вот да там железная дорога но мы еще планируем потому что сентябрь может быть еще очень и очень теплым планируем все-таки еще возвращаться до поезд где поезд там поезд молодец мы планируем на выходные если будет погода в сентябре у нас как правило еще хорошая погода возвращаться все равно на дачу на выходные с пятницы по воскресенье потому что ну подача конечно круто что там такое первым мы приехали в макдональдс макдрайв как обычно будем кушать мы сейчас бургериты бургерит оса бургерит ос с бургерит ос трали мали телете ли троллевали это бургеры просил это нам не задавали парам pam pam парам пом пом очень голодны Ну-ка покушай ты кашу Я пока ноти накрашу Ты ты порититарет Ты зовет меня Крашем Та легенда такой И такое молодое Подавился мотой Ива О, покушай They were very generous with it I think it's just too much ice Too much ice? I'm sorry I'm sorry Алло! 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 О, Лёва, смотри! А, радуга! Радуга! Смотрите, какая красота! Радуга! Вот у нас сегодня Мак Чикен! О, какой красивый! Так, ну что, приехали мы в Ригу, и я уже успела сходить в магазин, потому что завтра детский сад должен идти, в детском саду он тоже будет отмечать день рождения с детками. Сейчас приду домой и покажу вам, что я купила. Что я купила в детский сад? Я, в принципе, не знала вообще, празднуют ли дети в нашем детском саду день рождения или нет, новая специальница мне сказала, что наш детский сад как раз таки приветствует празднование дня рождения. Спросила меня, хочу ли я праздновать день рождения Лёва. Я говорю, да, конечно. И создала группу в WhatsApp с мамочками, потому что знаю, что каким-то деткам не разрешают есть сладости там до определенного возраста. У кого-то, может быть, какие-то аллергии есть и так далее. В общем, я спросила у мамочек, что можно и к деткам, что им нельзя. Я сама предложила от себя ягоды, фрукты и какие-нибудь печенюшки. Ну, в принципе, некоторые сказали, что у них дети всеядные, им можно и сладкое, и конфеты, и шоколадки. В принципе, Лёве тоже, ну, вы знаете уже, что мы все ему, в принципе, разрешаем, но у него такой плохой аппетит, что он даже шоколадки порой не ест. Ну, в общем, я взяла малину, мне кажется, такой беспроигрышный вариант, две штучки, 125 грамм. Также взяла чернику, в принципе, она такая, это кустовая, как она, на кустах, короче, растет, это черника, выращена в Латвии. Крупная, в принципе, мы такую тоже покупаем себе, она очень вкусная. Дальше два, две упаковки винограда без косточек по полкилограмма без косточек, потому что, во-первых, они очень вкусные, кстати. Если попасть на хороший сорт, то вот этот виноград Лёве очень нравится, и без косточек нет никаких рисков там с этими косточками, в общем, без проблем. Также мне одна мама написала, что ее ребенок вообще не знает, что такое сладкое, и предложила мне купить, даже скинула фотографию, на вот эти печенья, которые без глютена, без сахара. Купила такие печеньки, они продавались в секции, ну, вот где глютен-фри, тех, кому все можно, вот такие вот булочки с корицей. Мне кажется, что это очень классный вариант, потому что они маленькие, удобные, легко помещаются в детскую ручку, и я купила две такие штучки. Также купила вот такие трубочки, потому что их удобно есть, и я сама обожаю эти трубочки, поэтому надеюсь, что детям понравится. Как в старые добрые времена написано. Дальше купила вот такие вот маффины, тоже они маленькие, мини-маффинс, и, ну, посмотрим. В принципе, про торт спрашивала у воспитанницы, она скажет, что, конечно, торт тоже можно нести по желанию, если хотите, но на ее практике торт обычно не съедается. И также купила бананы в упаковку, ну, их можно порезать, там будет на три части, и дать деткам. В общем, в принципе, мне кажется, что очень хорошо. Также у меня будут салфеточки, одноразовые тарелочки, одноразовые кружечки. Ну, и вот так вот. Завтра утром пойду с Левой в сад и все это понесу. Поехали! 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 Продолжение следует... Продолжение следует...